Музыка Сегодня нам необыкновенно везет на лосей Сейчас прекрасный молодой лосенок, наверное, да? Нет, ничего Большой? А, все, вижу, да Плещется в буквальном смысле слова в зоне временного затопления Субтитры делал DimaTorzok Лето 2020 отметится в истории Дарвинского заповедника Высоким уровнем воды в Рыбинском водохранилище Воды очень много, непривычно То и дело в разговоре замечает орнитолог Мирослав Бабушкин Тем временем, кажется, собирается гроза И пока вода не полилась еще и с неба Нужно успеть осмотреть три гнезда одной пары орланов-белохвостов Вот оно гнездо Высота буквально 9 метров Вот я его осмотрел Гнездо птицами посещалось И немножко подновилось Подновлено То есть все-таки участок занят получается Но вот пока что активный гнезд у нас нет Я уже одно посмотрел Но не Тоже неактивно Еще есть одно Буквально в простах метрах Приходится сходить Вот, собственно, это граница Зона временного затопления И лесной гривы Но здесь вот воды Чуть выше колена Поэтому приходится ходить Высоких ветеринных сапатах Вот третье гнездо на участке Оно оказалось птенцовым Одного птенца уже ниже Уже очень взрослым Это большая птица Пора его крыльцевать Возраст ему, я думаю, 45-50 дней Куда-то где-то 40 дней Кольца на птенцах краснокнижных хищников Позволяют ученым исследовать вид А значит, сохранить в природе У хозяев этих апартаментов Был перерыв в размножении Три года В этом сезоне У пары орланов-белохвостов Все сложилось удачно Родители меня не заметили Птенец очень заинтересован Он не понимает, кто это Что это, зачем Что делает этот непонятный объект Когда он в своем дом Поэтому не боится Внизу не садится Ну, судя по всему, один птенец Потому что второго бы я тоже увидел Примерно через неделю Орнитолог Дарвинского заповедника И новый краснокнижный житель Заповедной территории Снова встретятся На процедуре кольцевания И, возможно, благодаря именно этому птенцу У специалистов появится новая информация О редких пернатых Вот это очень интересный звук Это большая выпь Такой родственник цапель Наша цапель Это, по сути, такая Тростниковая цапля Которая, в общем-то Может очень универсально маскироваться В тростниках Она такого же Корищево-рыжего такого окраса Может вставать И, как тростничок, вместе в такт С ним качаться Тем самым скрываясь От хищников, прежде всего И у нас на территории заповедника Порядка, как минимум, 15-17 пар Не сдится ежегодно И, собственно, птица обозначает Свой глиздовой участок Вот таким Выпь На самом деле звук очень похож на этот Поэтому я так называю Выпь Шанса увидеть таинственную выпь Мало Однако, по оценкам орнитолога За последние полтора десятка лет Численность этого вида На заповедной территории Выросла в два раза Вот разбойники Серая ворона Которая Всегда Это типичный обидатель Прибрежной зоны Поем Сейчас уже серая ворона Стала городским жителем На самом деле Это Очень Даже поемный вид Кстати, очень редкий вид Птиц Даже на скотоповеднике Я думаю, что у нас скоб больше, чем ворона Ну что ж Перемещение по зоне временного затопления Это отдельная история Ну, например Сейчас свой шанс не нужно было пройти 300 метров Я шел 25 минут Пожалуйста Смотрите Глубина Почти Да, по пояс Это всего лишь Навсего Маленький участок Пробираемся дальше Зато мы теперь знаем Что участок Орлана Белохвоста Урочище Средний двор Активно И Это значит Что Плюс один Как минимум Маленький Орлан В этом году Присоединится к своим братьям На титуле грандского спаяника Оп А мне нужно как-то Не торопись Все-таки дойти до лодки И не искупаться Кстати, очень красивое растение Перес канадский Посмотрите Очень нарядная растенница Оп Попопоп Ладно, будем Попутаться Очень яркий Золотый Красивый растение Зоню затопления А это еще один удивительный И тоже затопленный Участок заповедника Затопленные леса Одно из самых удивительных И показательных мест В Дарвинском заповеднике Примерно так Это место выглядело В 40-х годах Прошлого века Когда наполнялась Чаша Рыбинского водохранилища И эта территория Затапливалась Как видите Природа адаптировалась Однако Очень странно Передвигаться по лесу На лодке Людей никогда не бывает Кроме меня Очень редко Здесь много Орланов гнездит Сколько? Ну вот здесь вот болото Собственно Одно из самых крупных скоплений Здесь 24 гнезда скопы В 10-километровый маршрут Я прохожу У меня получается 24-27 гнезд В планах организовать На этом активном участке Научный стационар А пока команда заметок Оставляет здесь оператора КОНЕЦ Большая вода Плюс полтора метра От нормы Снова напоминает нам Мирослав И этот факт Тоже повлиял На следующих героев В этом сезоне Из-за большого уровня воды У них мало места Для кормления Речь о лебедях К ним команда заметок Отправляется С особой осторожностью На малом ходу В абсолютном молчании Мы сняли в себя Все самое яркое Идем очень тихо Даже Не приветствуются Воркут Балок Под ногами Добрались До той точки Откуда можно Не тревожим Лебедей Все-таки Посмотреть Гнездо В этом сезоне Лебеди открылись С новой стороны Говорит орнитолог За парой Белоснежных обитателей Заповедника Мирослав решил Понаблюдать На гнездовании И это оказалось Невероятно сложным занятием Кстати В этот раз Лебедей мы не застали Птенцы вылупились И покинули гнездо Поэтому разговоры Шепотом Можно заканчивать Птица очень наблюдательная Очень осторожная И плач как на зодких И спокойная погода Безветренная И в общем Я как партизан Добрался до угольной ямы Туда Запрыгнул Взял все Что мне нужно Чудом И в пол восьмого вечера Я начал Сюда двигаться То есть Постояние здесь 12 метров по прямой Вот И при каждом Движении Неловком Ну на мой взгляд Очень аккуратном Неосторожном Взгляд За птицей Очень неловком Хруст Какой-нибудь леточки Там буквально Чуть-чуть Хоп А сейчас Посмотрели Что такое Самка Замирала Я тоже Замирал Поджимался К земле В общем Я сюда пришел В районе Пол первого Ночи И только В половину второго Ночи Удалось поставить Скрадок Для наблюдения Благодаря этим Усилием Сейчас Орнитолог Может сделать Несколько Выводов О гнездовом Периоде Жизни Лебедей В общем-то Проанализировали Снимки И получилось Что Первый Птенец Появился У лебедей Либо в ночь 28-9 Либо 29-го Утро Вот И это Говорит о том Что Получается В последнюю неделю Апреля Самочка Села на И вот Почти В родине Она Вместе С отцом Прародителем Охраняла Насиживала Но Совместные Участники Показали Несколько Наблюдение Самочка Только Исключительно Насиживает Самец Он помогает Охраняет Подупреждает В августе Этого года Мирослав планирует Провести учет Выводков лебедей С помощью Квадрокоптера Кстати В нынешнем Путешествии По заповеднику Летучей техникой Воспользоваться Не пришлось Сильный ветер Который Особенно Сильно Команда Заметок Ощутила На штормовых Волнах А вот Лосю Нипочем Плывет Себе И да В этот раз Нам действительно Везло На лосей Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова